Пожары, наводнения, засуха. Всё это последствия изменения климата. Он, в свою очередь, влияет на экологическую ситуацию в мире. Её состоянием озаботились учёные всей страны. Оптимальное решение проблемы – строительство карбоновых полигонов. Так будет привлечён потенциал нашей науки. Задача – создать единую технологию контроля баланса газов. Как раз над этим будут работать сразу три университета – Ульяновской области, Чувашской и Мордовской республик. Своё согласие на сотрудничество стороны скрепили подписями. Это соглашение направлено на то, чтобы разгрузить экологию, для того, чтобы уменьшить выбросы СО2. И направлено ещё на то, чтобы мы научились их контролировать и управлять ими. Представьте себе, здесь и дроны, здесь и анализаторы, здесь и работа с экологическими объектами. Например, с водой, лесными парками, с животноводческими хозяйствами. Спектр широкий, а потому отдельно взятому университету не под силу провести подобные исследования. Объединить силы – идея общая. Сама тема модная, при этом сложная. Разработки идут в десятках стран мира, но важна каждая точка. Результат исследований зависит от поверхности земли. К примеру, пашня – это одна история, поверхность реки – другая. Это сегодня проблема, научную которую нужно разложить на задачи и решать по разным направлениям. Поэтому не удивляйтесь, что сегодня десяток таких полигонов на стадии создания, либо создан, начинают работать. Вот три региона, казалось бы, они рядом, и казалось бы, у нас климатические условия очень похожи. Ничего подобного, ещё раз повторяю, здесь и ландшафтные моменты играют большую роль. В планах подключить к исследованию и другие университеты. В результате жизнь должна стать комфортнее, экология чище. В России проект по созданию карбоновых полигонов запущен по поручению президента Владимира Путина в 2021 году. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.